Итак, Бэтмен возвращается. Совсем скоро, 20 июля, в мировой прокат выйдет новый фильм о Бэтмене «Тёмный рыцарь. Возрождение легенды». Поклонники Энн Хэдауэй могут ликовать, в нём она исполнила главную роль – сексуальной женщины-кошки. Однако актрисе этого мало. Энн приняла участие в экранизации мюзикла «Отверженные», который также выйдет в свет в этом году. В нём она предстанет в образе Фонтины, возлюбленной Жанна Вальжана, исполненного Хью Джекманом, рассказывая о своих достижениях журналистам, актриса заметно скромничала. «Я рада появиться сразу в двух громких премьерах этого года, потому что знаю, люди с интересом пойдут смотреть оба фильма. До сих пор не могу поверить, что мне выпала такая возможность». «Женщина-кошка» в исполнении Хэдауэй будет отличаться от того, что мы раньше видели в фильмах о Бэтмене. В постановке Кристофера Нолана её героиня ещё сильней, быстрей и грациозней. Своими острыми коготками и новой техникой боя Энн способна в прямом смысле побороть как Бэтмена, в исполнении Кристиана Бэйла, так и главного злодея Бэйна, которого сыграет Том Харди. Помимо драматичного и захватывающего сюжета, фильм будет насыщен невиданными спецэффектами и супермашинами. Не пропустите, увидимся на премьере. Что получится, когда вы смешаете старый добрый лондонский парк и живую музыку от самых горячих исполнителей на планете? Wireless-фестиваль в гайд-парке, конечно. Кстати, беспроводным он называется из-за того, что спонсорами являются компании сотовой связи. Трёхдневный фестиваль в самом центре Лондона — это серьёзный марафон для слушателей, которые приложили немало усилий, чтобы успеть посетить, ну или хотя бы дождаться выступления любимых исполнителей. На этот раз в британской столице отжигали на всю катушку Никки Минаж, Дерус, Джесси Джей, Дрейк, Уиз Халифа, Питбул и Риана. Она же и закрыла фестиваль своим выступлением в воскресенье ночью. Пока одни знаменитости развлекаются в Лондоне, у других на свет рождаются дети. На днях появилась новость о том, что сестра знаменитой Ким Кардашьян, Кортни опять стала мамой. В воскресенье, 8 июля, она родила дочь. Девочка появилась на свет в одной из престижных клиник Лос-Анджелеса. У малышки уже есть имя, её назвали Пенелопа Скотлэнд Дисик. Для Кортни и её давнего бойфренда Скотта Дисика это уже второй ребёнок. Пара воспитывает двухлетнего сына Мэйсона. Ким Кардашьян поспешила поздравить сестру и её возлюбленного с прибавлением, написав сообщение на своём официальном сайте. Добро пожаловать в этот мир, Пенелопа Скотлэнд Дисик. Племянница Ким родилась весом чуть более 3 килограмм.